Здравствуйте! Вы смотрите программу, в которой российские звезды готовят блюда китайской кухни. Меня зовут Евгения Ерушникова. Наша программа рассказывает о том, как в домашних условиях приготовить оригинальное китайское блюдо, какие продукты для этого нужны и как правильно их выбирать. Сегодня мы вместе с шеф-поваром одного из китайских ресторанов Москвы, Нью Хайтун, научим вас готовить потрясающее блюдо креветки в кисло-сладком соусе. А помогать нам сегодня в этом будет актриса театра и кино, потрясающая Серафима Низовская. Здравствуйте, Серафима! Серафима, скажите, вы вообще знакомы с китайской культурой в том плане, что вы готовили что-то? Когда-нибудь? Нет, никогда не готовили ничего из китайской кухни. Ничего, никогда. То есть мы сегодня первый раз. Первый раз, да. Креветки – это вообще интернациональное блюдо, по всему миру их очень любят, но сегодня мы именно попробуем китайскую кухню. Для приготовления блюда нам понадобится 300 грамм невареных креветок, красное вино – 1 чайная ложка, треть чайной ложки молотого перца, соль – пол чайной ложки, одно яйцо, кукурузный крахмал – 1 столовая ложка, 5 грамм имбиря, лук-шалот – 5 грамм, подсолнечное масло – 300 грамм, столовая ложка томатной пасты, по 2 столовые ложки клубничного сока, уксуса, сахара, треть чайной ложки соли, 10 миллилитров воды, картофельный крахмал – 1 столовая ложка и клубника для украшения. Мы очистили, помыли, подготовили креветки. Теперь мы будем их резать. Не надо резать очень глубоко. А, чтобы можно было раскрыть звук. После того, как мы их нарезали, мы немного добавляем соли, красное вино, сахар у нас будет и перец молотый. В этом их будем немного промариновывать. А почему в китайской кухне так часто сладкие блюда встречаются? На самом деле все зависит от места. Например, в Шанхае, Ханчжоу и на юге Китая предпочитают сладкий вкус блюд. Возможно, вы просто пробовали блюда той кухни. Сначала моем. Серафима, я знаю, что у вас очень необычное экстремальное хобби есть. Какое? Ну, помимо того, что вы хорошо водите, любите фитнес, вы также профессионально занимаетесь прыжками с парашютом? Ну, нет, конечно. Нет? Профессионально. Но все равно. Но я люблю прыгать с парашютом, я люблю страшные аттракционы. Я вообще люблю все, что связано с высотой и адреналином. Я немножко отвлекла. Так, как мы салитни. Теперь мы сюда добавляем перец молотый. Он очень острый, поэтому мы добавляем немного. Добавляем соль и красное вино. Красное вино? Из чего оно делается? Из винограда? Да, виноград есть в составе. Одну ложку. Теперь разбиваем туда яйцо. То есть получается, это одна порция, и вот для одной порции пол желтка? Да, на одну порцию половину яйца. Теперь добавляем крахмал. Кукурузный крахмал. А какие вообще еще любимые блюда у вас? Любимые блюда? Ну, в последнее время любимое блюдо – это салат руккола с помидорками черри, с креветками, сыром пармезан, оливковым маслом, разумеется, бальзамическим уксусом и кедровыми орешками. Вообще, мне кажется, китайская кухня без имбиря вообще не обходится. Да? Нет? Практически в каждом блюде она присутствует. И нарезанный тонкими брусочками он не будет так чувствоваться. К тому же многие люди не любят есть имбирь. Между тем, уже как профессиональный повар у Слафима нашинковала. Потрясающе, да? Потрясающе прям, да. Я думаю, прям все, в ресторан, если что, будете брать? Извините меня на работу. Эту часть мы подготовили. Теперь дальше приступаем к резке. Разворачиваем таким образом лук. Верхние слои снимаем. Интересно, то есть даже не первый свой, а второй, третий, да? И что у нас в следующем моменте? Оставляем все в тарелочке, нарезанной. Так, оставим. Теперь наливаем масло в сковородку. Так. Наливаем масло. Масло. Я так понимаю, масло, чтобы наши кусочки полностью были... Да, побольше, чтобы они плавали в масле. Идем пока нагреется, или уже можно, да, опускать? Подождем, когда разогреется. У нас трещит масло. Трещит масло. Это к чему-то. Теперь мы берем креветки и по одной опускаем их в масло. Мы должны до сухости их прожарить. Переворачиваем креветки. Море. Ой, уже такая золотистая корочка образовалась. Это буквально 2-3 минуты, да? Угу. Теперь ложкой проверяем, насколько у нас готова корочка. А как мы это поймем? То есть она должна как-то пружинить? Цвет должен быть желтый, золотой, золотистый. Теперь масло мы выливаем, отдельно сливаем. Прямо сюда, я могу помочь. Берем ложку томатного соуса. Теперь берем клубничный сок. Нам нужны 2 ложки. Какая у нас прям игра красных цветов, оттенков. Берем уксус. 2 ложки. Если вы не очень любите уксус, то сюда можно добавить поменьше его. Теперь это все перемешиваем. На слабом огне перемешиваем. Теперь мы выключаем огонь. Значит, пора. Добавляем соль и сахар. Сколько нам? 2 ложки сахара. Немного совсем соли. Теперь снова включаем огонь. Подготовим воду. Немного воды. Мы ждем, когда начнет раскрываться запах. Не надо много воды добавлять. А прям такой жидкий, да, должен быть? Да, не очень густой. Теперь можем попробовать, действительно ли он кисло-сладкий, наш соус. Ой, пробовать мы любим. Ну как? Ну как, норм? Ну да, кисло-сладкий, но не очень сладкий. То, что нравится? Да. Отлично. Теперь мы не выключаем огонь и добавляем немного крахмала в воду. Одну ложку. Картофельный крахмал, да, здесь идет, получается? Да-да, картофельный крахмал. Теперь мы выключаем огонь и добавляем немного крахмала в сковородку. Наш соус не должен быть очень густым, поэтому еще добавляем немного воды. В китайской кухне это постоянно играет температура, мне так удобно. Даем ему загустеть нашему соусу, помешиваем его, варим. Еще воды? Мне не жалко. Вам, наверное, лучше выключить огонь. Теперь опускаем креветки в наш соус. Газ включать? Да, включаем. Я знаю, что вы хотели даже на экономический поступать вначале. Да, потом стал олень и пошла на актерский. Теперь лук и имбирь не полностью, немного добавляем в наше блюдо. Теперь добавляем масло. Две столовые ложки? Да, пару ложек. И теперь мы включаем большой огонь. Теперь берем клубнику и добавляем к блюду. Выкладываем креветки на тарелку. Ммм, как вкусно пахнет! Мы положили в кастрюлю клубнику для того, чтобы она выдала свой аромат. Теперь нарезанной клубникой украшаем. Берем цветы, листочки для украшения блюда. Очень красиво. Способ приготовления. Креветки помыть, почистить, надрезать наполовину вдоль хребта. Добавить соль, перец, красное вино, половину сурового яйца, кукурузный крахмал перемешать и оставить мариноваться. Имбирь и лук-шалот мелко нарезать. В сковороду налить подсолнечное масло. В разогретое масло опустить креветки по одной, обжарить до золотистой корочки и откинуть на дуршлаг. В разогретую сковороду, смазанную маслом, положить томатную пасту, клубничный сок, уксус и перемешать. Снять сковороду с огня и добавить сахар, соль, воду. Перемешать, поставить обратно на огонь. После раскрытия запаха добавить разведенный в воде крахмал и выключить огонь. В соус добавить креветки, 2 столовые ложки подсолнечного масла, нарезанный имбирь и лук-шалот. Включить огонь. Нарезать клубнику на 4 части и добавить соус. Перемешать. Украсить цветами и клубникой. Блюдо готово. Ну что, Женя, с чего начнете? С того, что я предложу кому-нибудь из вас попробовать блюдо первым. Я думаю, серафима. Так, хорошо. Не знаю, что там у конкурента получилось. Так. У меня скулы свинуты. Это божественно. Да, точно, правда. Браво, браво. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Спасибо, серафима, спасибо вам огромное за то, что вы украсили нашу передачу. Спасибо вам огромное за то, что вы нам дали такие незабываемые рецепты. Спасибо большое, Женя. Всего вам хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok